Привет, друзья! Сегодня 17 июня 2016 года и я хочу в этом ролике рассказать, точнее сделать обзор своего небольшого виноградника. Ну и рассказать о сортах и о некоторых тонкостях ухода в период на стадии цветения. Вот можно видеть, например, вот этого куста. Это куст русбола, киш-миш, ну точнее не совсем киш-миш, эти косточки там, как говорят, ощущаются. Ну вот у меня будет первое плодоношение. Я, конечно, пока не все кисти удалил, дождусь пока опыляться и оставлю маленькую гроночку на всем этом кусте, потому что куст молодой. Перегружать его нельзя, куст этот трехлетка. И я хочу рассказать, как я креплю к шпалере, к проволоке шпалере лозы плодоношением. Вот смотрите, такая проволока, это обычная медная проволока, где-то длиной около 12 сантиметров. И вот таким образом я обкручиваю, на мой взгляд, вот самый оптимальный вариант крепления лозы. Проволок достаточно толстая, как видно, лозу она не перетирает, вот здесь свободно она двигается. И в то же время можно ее вот так вот подвинуть по шпалере. Значит, ну вот, как видно, у меня здесь некоторые лозы развиты лучше, некоторые хуже. Пасынки вот такие вот я, все, что ниже гроздей, пасынки я выламываю по типу, как на помидорах. А те пасынки, которые выше гроздей, я буду оставлять с двумя листами. Ну, с двумя, с тремя можно оставлять, так как они, пасынки, работают на налив ягоды. Значит, ну вот, допустим, вот есть пасынок, вот кисточка, смотрите, вот она еще не расцвела, но вот-вот зацветет. Вот эти пасынки, ну вот это можно удалить, чтобы он не застенял в дальнейшем гроздь. А допустим, вот этот вот пасынок можно оставить вот так два листочка и прищипнуть вот таким вот образом. Ну и так далее. Вот эту лозу уже нужно прикреплять. Сейчас я покажу, как я это делаю, как раз на примере вот этой лозы. Вот. Значит, я беру вот эту вот проволочку, вот так обматываю, делаю пару витков. Дальше я вот так закрепляю и еще раз слегка обжимаю. Должна быть возможность для движения вот этой лозы. Для чего? Для того, чтобы оптимальней расположить лозы на шпалере. Вот еще пасынок, вот видно, его удалять я не буду уже. Вот эти вот лозы надо раздвигать немного пошире, чтобы между ними было хорошее расстояние, чтобы каждый листик освещался солнцем, то есть получал энергию солнечную и куст лучше продувался. Кстати, у нас недавно только закончились холода и сильные дожди. Температура ночью опускалась до 5 градусов тепла, а днем держалась около 12-13 градусов. Виноград в это время свой рост замедлил. И было такое явление, как даже распрямились вот кончики лозы, распрямились практически были вот так вот. То есть это говорило о том, что куст лоза практически не растет в такую температуру. Ну вот сейчас видно потеплело и сразу лоза согнулась. Это говорит, что она начала этот интенсивный рост. Тепло у нас где-то пару дней уже держится, и вот виноград на него так сразу и реагирует. Так, это был, значит, куст Росбола. Дальше я покажу куст, как развивается Аркадия. Так, вот кустик Аркадий. В общем-то тоже на грани он цветения. Болезнями он у меня особо не поразился. Но вот я вот, бывает, выщипываю иногда усики. Говорят, что это хорошо. То есть вещества, как бы... Конечно, у кого большой виноградник, никто не будет эти усики выщипывать. Но когда у вас несколько кустов, можете усики и прищипнуть, чтобы не оттягивать полезные вещества. Говорят, что усики виноградные, так же как огуречные, оттягивают полезные вещества. Там из ягод, ну в общем из растений тянут. Вот на данной стадии у меня вот так выглядит Аркадий. То есть это в открытом грунте. Сейчас я вам покажу получше. Вот. Стадия перед цветением. А вот так вот у меня выглядит куст Горольда. Высотой у меня вырос где-то уже метр семьдесят примерно. Так. Короночки тоже вот только второй день как загнулись. То есть пошел активный рост. Он у меня рекордсмен по росту среди всех моих кустов виноградных. И вот видно, что он уже зацветает. Вот первый цветочек появился. Вот развивается хорошо, я бы сказал. Единственное, что в период вот этих холодных дождей, которых почти пол-июня у нас шли, он немножко хватанул заболеванием антракноз. Антракноз такими пятнышками стал покрываться. Коричневыми. Но и пришлось его, конечно, облить хорошенько химическими препаратами. Лечил я его топазом и хомом. Опрыскивал два или три раза. Уже не помню, даже в перерывах между дождей. Ну, вот вроде бы антракноз немножко отступил. Есть вот поражен. Вот характерное поражение. Но болезнь я эту вроде бы как затормозил. А вот это у меня тут воздушная отводка. Я сделал. Потому что сорт интересный. Хочу его размножить. Вот, на мой взгляд, он перспективный. У меня, к сожалению, не получилось с черенками в этом году его размножить зимой, весной точнее. Не пошли черенки, не укоренились. Возможно, были не очень хорошего качества. Просто не вызрели. Но вот в этом году я решил попробовать сделать вот такую вот воздушную отводочку. Ну вот, можно удалить усик, допустим. И важно также еще вот такой момент, как распределение лоз на шпалере. Как я уже показывал, я прикрепляю лоз вот такой вот проволочкой. И расстояние между лозами, ну вот я стараюсь хотя бы минимально, чтобы сантиметров 30 было вот это расстояние. Вот я вот так растягиваю их по шпалере, эти лозы. Вот. И для того, чтобы лучше продувалось, то есть я некоторые завожу, как бы немножко вбоку вожу, и они идут вверх потом, для того, чтобы улучшилось освещение листов, и для того, чтобы лучше продувалось, в общем, меньше заводилось на них болезней. Вот, тоже, значит, я оставил несколько гроздей, но они отсветут, и, естественно, я оставлю там, ну, одну небольшую гроночку, для того, чтобы просто проконтролировать возможности этого сорта и попробовать вкусовые качества этого сорта Гарольт. Так, следующий сорт, это сорт Восторг. Он у меня плохо перезимовал, но, в принципе, вот несколько почек выжило. Сейчас у меня он где-то достигает примерно длины метр-метр двадцать. Вот только пошел в рост более-менее нормальный. И вот так вот выглядит его лист. На канале Сад на всех широтах, вот, автор задавал вопрос и показывал, как выглядит его лист, и просил показать, как выглядит лист Восторга у других виноградарей. Ну, вот я показываю, как в моем случае выглядит лист. Так что, не знаю, как зовут автор, но канал интересный. В общем-то, можете посмотреть и подписаться. А так вот так специально показываю для канала Сад на всех широтах. Ну, вот мой куст Восторга. Он тоже цепанул антракноз. Немножко приболел, но я его вроде бы отлил. Пришлось, конечно, действовать сильными препаратами химическими. Как бы мне не хотелось иметь экологически чистый, как бы, виноградник, но это практически невозможно при таких погодных условиях. Здесь бесполезно было бы поливать там фитоспорином или чем-то другим, я думаю. Но до плодоношения еще долго. Кстати, на этом кусте плодоношения не будет. Он не дал ни одной грозди. Но я рад, что он вообще перезимовал. Я выпустил две лозы, которые я хочу, чтобы на следующий год уже были лозами плодоношения. И с этих лоз, может быть, на следующий год получу первый сигнальный урожай. Повторяю, это был сорт Восторг. А вот у меня еще кустик, сорт Денисовский, винный сорт винограда. По росту и развитию он у меня в аутсайдерах. Буквально, наверное, полметра всего лишь лоза у него выросла на 17 июня. Ну вот короночка загнулась, значит, рост пошел. Надеюсь, что остальная часть лета не будет столь холодной и дождливой. И этот кустик разовьется и вызреет хотя бы там, ну, почек 10 хотя бы. Если вызреет, то на следующий год возможно уже получить первое сигнальное плодоношение. Тем более винные сорта, они обычно обрезаются коротко. То есть у них из почек, которые, скажем так, из первых почек, вполне возможно появление плодовых лоз. Вот. Их обрезают там на 3-5 почек и получают таким образом, ну, не со всех сортов, но вот конкретно с этого, с Денисовского, я читал, что он обрезается коротко. И с них, с такой обрезки, получается урожай. Ну, а вот так развивается у меня кустик цитронного магарача. Вырос где-то он примерно на метр. Вот. Тоже он немножко хапанул антракноза. Вот видно даже, что еще осталось. Видно пятнышки, это я опрыскивал. Ну, вот. Значит, этот сорт не совсем подходит для выращивания в северных регионах, так как он скорее по созреванию к средним относится. Вот. Но он у меня растет при стенке. Тут довольно тепло. Надеюсь, что в этом году вызреет лоза, и на следующий год, возможно, я уже получу первое сигнальное плодоношение. Вызреть, не вызреть, это уже будет таким небольшим экспериментом. Ну, поглядим. В общем, вот такое развитие моих виноградных кустов на 17 июня 2016 года. Кому эта информация показалась полезной, подписывайтесь на канал. Я буду дальше рассказывать о своем винограднике. Возможно, давать какие-то советы для северных виноградарей. Ну, надеюсь, мои ролики будут для вас интересны и полезны. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok